Здравствуйте, дорогие друзья. С вами в эфире Марина Белиловская, соавтор и ведущая проекта «Лукошка возможностей», проекта, который уже почти 11 месяцев дает вам вдохновение и точки опоры в этом мире. И сегодня с нами у нас в гостях удивительный человек, который по абсолютно счастливому стечению обстоятельств оказывается хорошо знает мою семью. С нами сегодня Хасай Магомедович Алиев, известный российский ученый-психофизиолог, врач-психиатр, психотерапевт, рефлексотерапевт, кандидат медицинских наук, писатель, психолог, член Творческого союза художников России, заслуженный врач Республики Дагестан, лауреат премии Ленинского комсомола Армении, человек, труды которого находятся в учебнике по физкультуре, профессора Матвеева, то есть человек, который свое имя увековечил еще и в учебнике, и метод которого, известнейший метод Ключ, шагает по миру уже с 81-го года. Метод, который позволяет абсолютно эффективно и быстро вывести людей из острого стрессового состояния. И Хасай Магомедович уже помог тысячам людей по всему миру после террористических атак, после преподготовки олимпийских чемпионов к соревнованиям, космонавтам, людям, которые на поле боя могут себя быстро мобилизовать. То есть метод удивительный. Я вас приветствую. Добро пожаловать. Счастливы, что вы у нас на нашей виртуальной американской земле. Добро пожаловать, Хасай Магомедович. Спасибо большое. Вы меня так представили торжественно, что мне уже нечего сказать. Спасибо. Спасибо. Я очень трону. Тем более, я знал вашу семью очень хорошо. И маму знал, и Свету знаю. Мы очень дружили. Мама была у меня в Махачкале в гостях. Проходили школу у меня там. Так мы подружились. А потом я проезжал с нашими сотрудниками в гости к вам уже в санаторий Светлана. И там общались. Светочку я очень люблю. Всем привет, и привет, и привет, и пожелания. Благодарю. Расскажите, пожалуйста, о себе. Вот как вы к этому методу пришли, чем вы занимались до этого, и каким образом возникла эта удивительная идея, и как это все развивалось со временем. В том числе, какие-то способности вас помогло раскрыть. Я вот вижу за вами прекрасные картины. Ну и как бы ваше базовое образование было явно не такое. То есть давайте с вашей биографией. Я удалюсь пока из, так сказать, видео. Я буду все время с вами, но вас будет видно одного. Так что добро пожаловать и ждем ваш рассказ. То есть мне монолог такой делать, да, рассказывать про себя, да? Пока да. Я вам буду задавать вопросы, да. Хорошо, спасибо. Я расскажу. Кто меня не знает, как говорится, но вы меня узнаете. Я шутник, юморист, философ, потому что я очень глубоко изучал философию, Канта, Гегеля и так далее, и марксизм изучал, и религии изучал, самые такие глубокие проблемы. Я понимаю это все. И сейчас у меня есть школа «Человек будущего», где мы совместно все создаем науку человечности, потому что сегодня пандемия показала, что ни религии, ни науки не спасли человека от пандемии, а что же нужно. А вот поэтому я создал школу «Человека будущего», для того, чтобы научиться использовать энергию стресса в собственных целях для решения тех вопросов, которые в обычном пути вообще решить не может, чтобы, наконец, создать образ будущего, сократить кризисы и войны, уменьшить потребность людей в лекарствах, уменьшить конфликтность, чтобы был единый человеческий язык для всех, наука, наука человечности. Что такое я и что такое мое дело? Я родился в 1951 году, у меня уже 4 марта 70 лет, я, как говорится, человек достаточно молодой. Вы же видите, юный такой, седой весь, но опытный. Почему? Потому что я, когда родился, я мечтал, лежа на тракте, о том, что будет будущее у меня светлое, и облака плыли, я мечтал, главное, быстрее вырасти, а потом, когда ты растешь, у тебя появляются проблемы. А вот это чувство, желание, вот это, что будущее, и главное, быстрее вырасти, вот потом породил у меня метод, который называется метод ключа, который помогает мне сегодня, уже взрослому человеку, сохранять в себе вот этот вот оптимизм, сохранять в себе творческое начало, которое есть у каждого ребенка, у каждого ребенка, вот это хорошество, потому что все дети рождаются хорошими, да, и каждый человек по природе хороший, я в этом даже не сомневаюсь, если бы я в этом сомневался, я бы никогда не мог психотерапией заниматься, потому что когда я занимался практической психологией, психотерапией, я всегда видел человека лучше, чем он есть, потому что я видел его потенциал, который почему-то не раскрылся. Либо у него травмы были, либо у него детство тяжелое было, либо он находился в ситуации конфликтности, либо родители его своей гиперопекой, так сказать, компас-компас этические сбили. Вот, иногда бывают люди такие самоуверенные, беспричинно, что я на них смотрю с некоторым ощущением сопереживания, как бы они не попали в просаг. Да, многие разные люди бывают, и как говорил Милтон Эриксон, я слышал, что есть взрослые люди, но никогда не встречал. Милтона Эриксона я тоже очень люблю, в одной из моих книг даже посвящение Милтону Эриксону, который познакомил Запад с Востоком и придумал прием левитации руки. И также там в посвящении написано и Аль-Газали, одного из столпов суфизма, который сказал, что познание Бога начинается с познания себя. Ну вот, у меня удалось Запад и Восток, две культуры, две ментальности понять, и поэтому я и создал метод-ключ, который находится между Западом и Востоком, и синергирует себе и западные, и восточные механизмы. И любой человек сегодня может быстрее научиться по этому методу, и овладев навыками саморегуляции по методу ключ, быстрее осваивать и йогу восточную, и западную, и атлетизм, и Бог западный, и восточные единоборства, быстрее осваивать. И плавание, и физкультуру, и быстрее читать, и запоминать. Ну, много чего может, потому что ключ – это основа на такой внутренней связи внутри мозга между психическими и физиологическими процессами. И помогает человеку, освоив понимание этой связи, что человек по существу творец, и там приемы методические, технология, как сбрасывать стресс быстро, подбирая себе индивидуальные приемы, каждый может подобрать себе лично, и использовать энергию стресса в собственных интересах, чего раньше никогда в мире не было. Потому что все сайты, где написано «Управление стрессом», если вы откроете, вы там увидите, что это снижение стресса, а не управление стрессом. То есть это не использование стресса. Это наша школа «Человек будущего», самую высшую из энергии, энергию стресса, которая всегда внутри нас. Это весь наш внутренний конфликт, наш внутренний конфликт, нереализованность. Мы творцы, по приводе, а нам, если что-то не дает реализоваться, штампы, шаблоны, стереотипы, авторитеты, директивы. Если нам что-то не дает реализоваться, как творцу, у нас стресс. Ну, потом я родился в 1951 году, кончил институт в Дагестанские государственные медицинские, по диплому врач-вечебник. Интернатуру я окончал в Махачкале как психиатр. Потом я обучался у Фугана. Был такой у нас в Махачкале Фуган, китаец, иглотерапевт. Я с ним, ой, как я его уважал, уважаю. Был в семье. Я даже научился на бытовом уровне по-китайски разговаривать. Настолько я погрузился в эту самую иглотерапию, чтобы понять, как она устроена. А потом, когда я понял, как она устроена, язык сразу как отрезал, как бритва. То, что значит мотивацию. Я философию китайскую читал. Конечно, я знаю Лао-Джи, Нао-Джи, Луни-Ю. Конечно, я это знаю все. То, что я также знаю и древнеиндийские эпосы, Майяна, Махабхарату. Ну, конечно, я это все знаю, потому что изучал. Ну, и для меня вообще-то китайская медицина была очень полезная, очень полезная. Я, кстати, сегодня один из тех корифеев, которые по моему возрасту имеют такой опыт иглоукалывания, который знает, что когда колешь иголкой, больно быть не должно. Потому что там надо найти между рецепторами место, где колешь и не больно. Но когда попадаешь в точку, ударяй током. Или ломотка. Это зависит от того, в каком месте. Но это называется феномен отдачи. И первое мое открытие научное заключалось в том, что я научился погрузить человека в гипноз. Вот этот феномен отдачи вызывать через внушение. Я говорил, он мог 20 человек посадить, он мог тысячу человек посадить. Я говорю, у вас теперь итог. И у каждого этот феномен отдачи возникает именно в тех точках, которые наиболее возбудимы в данный момент, то есть те, которые связаны с больными органами. Это было поразительно. И первую повесть про меня написал Валерий Аграновский, брат которого Анатолий Аграновский, написал «Землю Брежневу». Анатолий Аграновский был очень выдающимся публицистом. Его остановить и Малахова шло во всех театрах Москвы. Он был публицистом и в «Комсомольской правде», и он был в таком, знаете, коллективе «Багряк». Валерий Аграновский, Дмитрий Беленкин, Ярослав Голованов, Виктор Комарол. Они были еще фантастами. «Багряк», да. Они меня познакомили с Юрским, я встречался. Юрскому я предлагал, «Давайте я вас научусь оборегуляции», а он мне говорит, «Вы мне убедительны и без доказательства, но театр – это лицедейство». И он как-то вот, вот, вот. Ну, они меня познакомили еще, значит, с часовым заводом «Слава». Я там обучал снимать зрительное утомление у женщин, которые сидят там, часы собирают. Ну, сам я работал потом и на «Пазисторе», и викторное предприятие «МАП СССР», 15 тысяч женщин. Но вы же еще и очень приятельствовали с Арменом Джихарханяном, правильно? Ну, это мой друг был ближайший. У меня даже его фотографии, вон там, как мы там стоим, он мне говорил, «Мы с тобой будем дружить до гроба». Он мне так сказал. К сожалению, вот, недавно Армен ушел. А я его как-то спрашивал, Армен, а почему так получается? Люди все хорошие, вроде бы, а конфликты возникают, или еще что-то. А он мне то ли в шутку, то ли всерьез говорит. Потому что каждый хочет начальником быть. Ну, пошутил, наверное. Армен очень интересный был. Кстати, у меня была одна книжка, я написал, и там у нас есть фотография с Арменом, где я написал, что и Армен Джихарханян, как актер, и я как врач, и как психолог. Оба считаем, что не будучи быть свободным, человек не может созидать, не может творить. А я еще добавлю, и не может выздоравливать. Поэтому метод ключ, он настроен на то, чтобы, подобрав свои приемы по определенному критерию, по определенному принципу подбора путем перебора, синхронный с твоим текущим состоянием личным, снять лишние оковы, напряжения, шаблоны, впечатления, выйти на само себя, самоидентификация такая, выйти на себя и открыть состояние внутренней свободы. Поэтому я, например, у меня внутреннего конфликта меньше, потому что я одновременно реализуюсь как художник, я как писатель, как поэт, и я учу в школе человек больше всего, что вы все так можете, потому что у вас столько талантов, и они, да, они начинают писать стихи, рисовать картины. Да, там мне написала, девочка, я тебе так танцую, я даже не представлял, что я так умею танцевать, потому что зажимы снимают. Но дело в том, что это же Саня Славский учил своих актеров снимать невымышленные зажимы. Просто таких методик не было в то время. Сейчас был бы Саня Славский, и вот мы вместе были такой. А скажите, пожалуйста, вот вернувшись все-таки к истокам, я так понимаю, что метод был вами создан в 81-м году в Центре подготовки космонавтов, да? Да. Расскажите, пожалуйста, какой там был запрос, то есть нужно было научить их снимать стресс какими-то другими методами, потому что те, которые существовали, не работали, очевидно, да? Было три проблемы. Невесомость, стресс и перегрузка. Три проблемы. И когда я научился вызывать ток без помощи еды, то меня пригласили в Центр подготовки космонавтов, причем пригласили меня письмом Андрея Григорьевича Николаева, замначальника Центра подготовки космонавтов, третий космонавт в планете, и Трубилиным, замминистром здравоохранения РСФСР. Чтобы я приехал в Москву, а я тогда работал в Махачкале иглотерапевтом, заведовал кабинетом в первой поликлинике Махачкалы. Меня приглашает в Центр подготовки космонавтов. И меня, замначальник по режиму Министерства здравоохранения, который должен был мне справку выписать в форму номер два с обсекретным допуском. Потому что туда нельзя, как я поеду с космонавтами работать, если у меня допуска нет. А он мне сказал, у нас не работают врачи поликлиника в Центре подготовки космонавтов. Короче говоря, поскольку я в то время со мной дружил, очень много разных людей, я уже тогда и иголки всем ставил, и психотерапией занимался, и все меня знали. И очень много друзей военных у меня было, которых я обучал антисредсовая подготовка, это как готовиться к будущим ситуациям, как к переговорам и так далее. Я помогал им, и членам их семьи, и они мне раз там, ну как-то я не буду эти тайны рассказывать, короче говоря, нужные люди в нужный момент помогли, и я получил эту справку, и слава Богу, дружба всегда помогает, потому что они-то знали, о ком речь идет, а это консерватизм работал, просто если бы министр восторже словал, что наши врачи приглашают работу из «Звездных городов», если бы он почувствовал радость, а он испугался. Ну это же бюрократия обычно бывает, она не только у нас, она везде бывает. Нестандартное поведение, нестандартное поведение людей пугает, а я человек свободный, я к нему пришел, говорю, меня вызывают туда, он говорит, ну как же ты можешь, ты же врач поликлиники, как ты там? Ну они были более масштабного мышления, они мне помогли, я приехал туда, и мне Андреан Григорьевич Николаев, ну кто не знает, я скажу, это муж Терешковый был, ну я скажу сейчас о нем, очень добрый человек, прекраснейший был человек, ну просто-просто великолепный был человек, не только потому, что он генерал был, а вообще человек был настоящий, он даже мне как-то там сказал, о космосе, говорит, даже говорит, похулиганил, за что меня поругали, я говорю, как можно в космосе поругаться, он говорит, а я развязался, в какой-то момент, это кресло, там нельзя было развязываться, говорит, ну тогда еще не умели, в мире с области, так свободно сочувствовать, поэтому нельзя было развязываться, вот видите, я поругаюсь за это, ну короче говоря, он мне сказал тогда, мы понимаем, что ты умеешь точки включать, но в космосе нельзя, чтобы гипноз был, ты можешь придумать метод, чтобы человек сам у себя, ну включать эти реакции, и сам себя поддерживать, ну я вот создал тогда методику, чтобы человек сам погружался в транс, управляемый, сознательный, осознанный транс, и включал у себя точки, в результате я создал модель состояния невесомости у космонавтов в земных условиях, чтобы он быстрее адаптировался в невесомости, чтобы он снимал стресс, и быстрее адаптировался к перегрузкам, потом эта методика пошла уже по земле, очень широко, потому что оказалось, что когда человек снимает нервномышечные зажимы, он как раз и выходит на это состояние раскрепощения, если он больше выходит на это состояние, он уже в невесомости, иногда это бывает у детей, когда во сне они летают, говорят, а у 30% населения вообще летают во сне, летают во сне, сохраняют это состояние, вот это вот включается, после каких-то напряжений, когда резкое напряжение парит, через что он переходит, у него там эта полетность, а нет, и даже вылетает из тела, они думают, что это мистика какая-то, нет, это просто резкий переход после контраста напряжения, что он, когда переходит через нулевое состояние, промежуточное, ему кажется, что он вылетел там куда-то, он начинает верить в то, что он действительно где-то летает, на самом деле, это феномен известный, я этим занимаюсь, изучаю, могу научить кого хочешь, и у меня даже был случай, когда я в Америке, у меня человек, который вылетал из тела, и всем хвалился, что я вылетаю, и все предсказываю, и там бываю, и там бываю, я говорю, хочешь я сделаю, чтобы ты не вылетал? А как тебе говорят, можешь сделать? Она на этом карьеру себе сделала, они приходят гадать, она всем гадает, они ей деньги за это, она там в авторитете, она в статусе, она такой великий экстрасенс, и тут вдруг я говорю, хочешь я сделать, что ты не вылетал? А как ты это можешь сделать? Я говорю, пожалуйста, боюсь догадаться. Я просто ей помог снять напряжение, она же не знала о том, что это на контрасте происходит, полет, как клиническая смерть, то же самое, там сильный контраст, вот здоровье, клиническая смерть, сильный контраст, и потом там люди туннели видят свет, там летают, да, и думают, что там есть жизнь, больше жизни, и так далее. Так вот, дело в том, что я ей просто показал приемы, саморегуляция, она напряжение сняла, и потом ночью не летала, никуда не сняла, а потом она говорит, а как ты это сделала? Она не знала, законы, имеются работы мозга, а я ученый, я как раз этим занимаюсь. А вот скажите, пожалуйста, насколько я услышала в самом начале, когда вы рассказывали про то, что все методы призывают, вот которые говорят о стрессе, они призывают, как бы не думать о стрессе, да, то есть его снижать, а я так понимаю, что ваш метод основан совсем на другом, что на самом деле мы никуда от этого не уходим, мы продолжаем думать о проблеме, которые нас вводят в стресс, просто мы меняем состояние, да, синхронизируем движение состояния. Отношение к стрессу меняем, отношение к стрессу используем не как негатив уже, а как стресс-трамплин для своих новых достижений, потому что на самом деле стресс, это мощнейший трамплин, очень много случаев, которые люди в отчаянии или в сильном стрессе совершали подвиг. Это помогло же это совершить, помогло и перепрыгнуть высокие заборы, поднять высокую тяжесть, там большую тяжесть, на высоту поднять и пробежать дольше, пробежать там, помогло же, помогло, просто это спонтанно у человека иногда стресс, такой сильный, кризис помогает принять верное решение, интуицию включить и силы включить, ресурсы. А я учу тому, чтобы стресс был управляем. То, чтобы действительно, когда на сайтах пишут управление стрессом, имелось в виду использование стресса, любого. Вот у меня, когда какой-то стресс возникает, я его использую, эту энергию. И у нас участники школы многие могут использовать, когда у них неприятность какая-то. они уже научаются радоваться, потому что они знают, что после этой неприятности другие задачи лучше решатся. Они уже эту закономерность знают. А большие миллионеры, даже Трамп в свое время говорил, что после кризисов у него еще лучше дела шли. Через некоторое время, через полгода, год он опять вырастал, становился миллиардером и так далее. Просто люди не знают этой закономерности. Я эти все закономерности в школе у нас объясняю. Я объясняю, почему Шерлок Холмс, у Конан Дойла играл на скрипке, когда думал, то же самое делал Винштейн, когда думал. Я объясняю, на чем психоанализ построен, что психоанализ не построен на анализе, а построен на поточном выговаривании, что когда человека вкручат психотерапевт или психолог до больной точки душевной, из него прямо течет речи, и вот это выговаривание, когда между словами мало промежутка, оно дает разгрузку. Да, дает разгрузку в этом механизме психоанализа. Я объясняю, почему самая такая детективистка, которая писала детективы, всегда мыла посуду. Она писала «Моя посуду». Почему? Потому что повторяемые движения снимают лишнее напряжение. Как Пушкин, когда думал о чем-то серьезно и что-то не получалось, он рисовал на полях своих произведений женские головки. То есть автоматические вещи делает человек, чтобы сбросить лишнее напряжение. Я все это как специалист объясняю. А самое главное, вот это нулевое состояние между сном, трансом, сном и сном со сновидениями я определил модель работы мозга четыре агрегатных состояния. Что это нулевое состояние, переходное между ними. Что это состояние разбортирования функционального двух половин мозга. Что это состояние, которое сегодня там в Америке или где-то по всему миру объясняют как дефолт работы мозга. Такое нейтральное состояние. Ну это я нейтрально говорю своими словами. А я говорю своими словами о состоянии свободного сознания без штампов, без шаблонов, без страхов. Будто назвал нирваны и придумал к нему путь это медитация. А я придумал путь это ключ, потому что медитация не у всех получается. А ключ быстро получается медитация. Пожалуйста, кто хочет, постоянно учится. А вот скажите, да, я извиняюсь, можно немножко верну, чтобы зрители больше понимали, о чем идет речь. Вот, то есть, я хочу подытожить, да, то есть мы включаем стереотипное движение какое-то, которое надо подобрать к данной ситуации. Вот, допустим, вас вызывали во многие горячие точки, да, горячие точки. Вот сидит перед вами человек, который только что на глазах вообще потерял всю свою семью. Он вообще не воспринимает этот мир. Понятно, что он там на слова, ну, ничего, все будет хорошо, да, это он не работает. Что, какое ваше действие первое? Мое действие то, что, вот, очень интересно, правда, вот, дело в том, что я пока научил психологов выводить людей из этого шок, годы проходили. Я же обучал психологов, МЧС первых психологов еще. Потому что после теракта в Кизляре, Каспийске, Беслане, в Москве, я же их обучал, как выводить. Потому что действительно, вы правильно говорите, человек пострадавший, у него такая боль душевная, он только и думает, как быть, вот, был сын, нет сына, а тут какой-то психолог пришел успокаивать и говорит, ты не думай о плохом, думай о хорошем. Да, если бы я мог думать о хорошем, зачем психолог? В этом-то вся и проблема. Дело в том, что, чтобы снять, вот это напряжение, человек инстинктивно совершает действие. И вся методика и методы ключа, части его, части для успокоения, для использования энергии стресса и так далее, для развития творческой кассии, это части. Все построено на том, чтобы найти действие синхронное текущему состоянию, чтобы психические, физиологические процессы были в гормонах, была согласовываясь. Вот она рыдает сейчас, а ей говорят, ты успокойся. Так как раз надо ей сказать, рыдай получше, рыдай побольше. Она же этому не приучена, она знает, что в культуре не принято. Надо сохранять самообладание, и она пытается заблокировать это. Или, например, человек, его трясет, плохо ему, а психолог ему говорит, ты расслабься. Так как же он расслабится, если его трясет. Так что надо сделать? Потрясись надо, как можно больше. Потрясись в ритме своего собственного состояния, в резонации. То есть найти действие, соответствующее текущему состоянию, чтобы душа и тело совпали. И тогда напряжение падает, то есть нету внутреннего противоречия. Поэтому эти женщины, эти мужчины, после терактов, которые потеряли детей, близких родственников и так далее, в этом состоянии находятся. Я им просто предложил самое простое действие, сихронное текущее состояние. Я им сказал, встаньте, пожалуйста, они встали. Я сказал, делайте туда-сюда, туда-сюда. И думайте, о чем думается. Не надо стараться расслабиться. Не создавайте внутренних каких-то. То есть просто раскручиваться, да, как маякни. Так делают дети. Также в святых и сочниках написано, будьте как дети и спасетесь. Это же не зря написано. Ребенок, любой, все время это делает. И когда мы были маленькие, мы все делали, шалтай-болтай называется у нас это упражнение в методе ключа. Если человек начнет вот так делать и при этом секрет, не думать о том, как делать, правильно или неправильно, а думать о том, что тебя волнует, то есть ты не можешь в этот момент не переживать. Поэтому я и говорю, переживай. Не надо гасить себе это, но переживай в защищенных условиях. А защищенными условиями является, когда ты переживаешь на фоне повторяемого движения. И получается модель, как мама качает ребенка. Он плачет, она ее чаще качает. Ведь дело не в покачиваниях и не в болтаниях, а дело в синхронизации. То есть, когда ты переживаешь, о чем переживается, выпускаешь этот па на фоне повторяемых движений, организм автоматически пристраивается к уровню напряжения. То есть, когда ты сильно переживаешь, ты чаще делаешь, автоматически. Если ты не контролируешь, как ты делаешь, а пустил мысль на самотек и пустил действие на самотек. И когда две свободы, свобода духа и свобода тела совпадают, напряжение падает. Они там выплакиваются, потом сидят, потом женщина говорит, ой, отпустила, что сразу так не сделали. Ну, теперь психологи, налетайте и работайте. Поняла. А скажите, пожалуйста, тогда такой провокативный вопрос. Вот, например, у аутистов, да, у детей на аутистическом спектрме, когда у них стереотипные движения, это одно из показателей, да, что таким образом они пытаются сделать. Это инстинкт, им помогает выжить. То есть тоже сбрасывание напряжения за счет того, что они не могут говорить. Природа сама помогает человеку и дрожать на морозе, и дрожать, когда он идет на экзамен, и дрожать, и мандраж называется у спортсмена. Природа сама помогает, но у человеческой культуры нету этого, чтобы позволить себе дрожать. Это как антилопа от льва убегает, она убежала, и она трясется. Психотерапия не нужна, она тряслась, пошла дальше детей рожать, травку кушать. В природе это есть. Я ничего не изобрел в этом смысле, ни в коем случае. Я просто сделал выводы из того, что я вижу. Я вижу, что когда человек решает какую-то проблему, или кто-то ему позвонил, и он там говорит по телефону, он начинает чаще ходить по комнате, или застывает, говорит по телефону. Вот это рефлексия, помогающая человеку сохранять ясность ума, уверенность в трудных ситуациях. Это же рефлексия выживания. Застынь, или бей, или беги. Это рефлексия выживания, инстинкт самосохранения. Я это увидел у людей в разных формах. Вот он ходит туда-сюда по комнате, качает ногой, постукивает пальцами. Ведь отсюда пошли четкие. Постукивает пальцами, четкие перебирают. Поэтому рок-н-ролл пошел по миру. Там свободное движение. В обязательном танце надо как-то специально танцевать. Этому надо учиться. А рок-н-ролл танцуешь в зависимости от твоего состояния. И поэтому рок-н-ролл пошел по миру. Важно свое состояние подобрать, да? Он же там чувствует, что... Важно подобрать, что тебе ближе, рок-н-ролл или четкие, или... Жвачка тоже пошла по миру. Не только потому, что реклама была. А просто когда человек повторяемые движения делает, у него снимается напряжение. Поэтому некоторые женщины жалуются, что они не могут остановиться. Они кушают, 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 вес набирают. Я говорит, остановиться не могу. не может? Потому что напряжение падает. Она наконец стала отдыхать. Напряжение падает, и она набирает. Даже было французское исследование, что почему люди полнеют, потому что есть часть людей, которые едят, пока желудку нужно, а часть людей, пока глаза видят. Пока она видит вот это, она ест, потому что когда она жует, напряжение падает, она поглощает и поглощает. Поэтому я учил дам милых худеть. Поменять это деструктивное поведение на какое-то другое стереотипное движение, да? Чтобы они делали разгрузку, потому что там дозируют. Дело в том, что когда ты подбираешь действия соответствующие тебе, например, плавательное движение, или ты играешь на барабане, или ты гребешь на лодке, или ты крутишь колокол. Но у каждого есть свое движение, а если он перебирает эти действия, он найдет свое движение, потом вспомнит, что он это любил действительно делать. Он же сам инстинктивно это делал. И любил эти игры, именно эти, а не другие. И вот суть заключается в том, что если ты делаешь одну минуту, у тебя снимается зажим, ты раскрепощаешься. А если делаешь 15 минут, у тебя вообще появляется полетность, и это может сравнить с алкоголем. То есть там есть доза. Ты выпил 50 грамм для смелости, раньше так было, 50 грамм для храбрости, славился, да. А или ты бутылку выпил, сидишь, и тебе все пофигу. Вот то же самое. Дело в том, что вот этот алкоголь, это искусственный заменитель естественного эндогенного алкоголя, эндорфин. Поэтому когда человек занимается любимым делом, а там у него полная синхронизация между действием и состоянием, у него эндорфин включается. А поэтому он любит это делать. И поэтому кому не дают заниматься любимым делом, или, например, человеку говорят, это не имеет смысла никакого, то чем ты занимаешься, то есть он выгоду там, если не видит, он не занимается любимым делом, у него здоровье надрывается, потому что конфликт тоже творец, он хочет заниматься, а ему не дают вгляд. Какой смысл в этом деле? И вот мы говорим, в нашей школе мы говорим, чем больше любимых дел, тем ты устойчивее в жизни. И получается в одном, получается в другом. Ты оттуда энергию берешь, туда перекачиваешь. Поэтому ты наиболее защищен, когда много-много у тебя любимых дел. Раньше сколько, я очень извиняюсь, сколько же у нас ограничивающих убеждений, не разбрасывайся, не сиди на двух стульях сразу, да, вот все вот эти вот. хотя раньше были дворцы пионеров и кружки фехтования, то есть человек мог ходить выбирать. Потом стали говорить, не разбрасывайся, сосредоточься, не отвлекайся. Разные периоды в истории бывают. И разные культуры существуют. На Кубе, например, поют, танцуют, и поэтому даже бедные и голодные, они более здоровые. А там, где более сытная еда, есть определенные ограничения, они не чувствуют себя здоровыми. Ну, например, чем отличается еврейская школа от русской школы, допустим. Раньше у нас было в Советском Союзе неподвижная поза и директивный метод обучения. А в еврейской школе я там смотрел, можно было двигать ногами, можно было сидеть вот так вот более свободно. Понимаете, как интересно, да? А вот эти народные праздники искусственные и естественные. Естественные праздники народно-смеховая культура, которую Бахтин прекрасно описал, и роль ее, роль народно-смеховой культуры, это то, что даже в хороводе, как Блок писал, можно было из хоровода вынести рецепт приготовления вещественного варенья. Потому что эти праздники, они были построены естественными движениями. А потом стали искусственные праздники. День «Танцевать только так надо танцевать, только давайте ты первый, ты второй». Ну, короче говоря, немножко разрывается естество человека, которое в народных традициях присутствует. И поэтому ученым надо больше изучать народные традиции и из них создавать элементы физкультуры. Совершенно, совершенно согласна. Все гениальное в истоках. Поэтому столько сейчас людей возвращаются к истокам, к изучению культуры, к изучению того, что уже было изобретено, к наблюдению за детьми, за животными. А скажите, пожалуйста, изучая, готовясь к сегодняшней беседе, я знаю, что у вас есть стресс-тест для того, чтобы определить свой уровень стресса. И можете коротко сказать, в чем он выражается и как это помогает, чтобы понять вообще, что делать дальше человеку? Ну, конечно, хороший вопрос, потому что, несмотря на то, что я написал 20 книг, несмотря на то, что я написал методические рекомендации для образования, для МВД, для всех, очень много у меня материалов вышло, несмотря на это. Очень многие люди даже не слышали, что такое существует. Несмотря на то, что я по центральному телевидению с Анатолием Алексеевым пять лет вели программу «Помоги себе сам», откуда все это пошло в СССР и в других странах. Все до сих пор не знают, что такое ключевой стресс-тест. Вот я упомянул Милтона Эриксона, что он представлял у него под гипнозом, он внушал, что у человека рука всплывает. Так вот, ключевой стресс-тест заключается в том, что человек не под гипнозом, а сам представляет себе, что рука всплывает. Ну, допустим, рука не всплывает, тяжело, допустим, тогда он подбирает другое действие, которое ему больше соответствует. Ну, допустим, плечо, чтобы не давило шея, чтобы не было напряжения. Например, так же, как будто на воду положил. И представляет, что она поднимается, или представляет, что она идет в разные стороны. Ну, знает секрет. Секрет заключается в том, чтобы подождать немножко, потому что человек проводит механические движения сразу делать. А здесь надо образ подобрать. Например, представить себе, что вот так вот, что магниты, допустим. И он как только представляет себе магниты, не мешая рукам. А когда образ вызывает рефлекс движения, руки пошли, вот, пожалуйста, значит, он может найти образ, вызывающий рефлекс. Значит, голова у него более-менее от стресса свободна. Потому что если он в стрессе находится, ну, там, допустим, ребенок со школы не вернулся, или что, ему говоришь, представь, а у него голова там, не может это представить. А вот тут второй секрет заключается в том, что как только у него руки пошли, у него происходит образ, это ментальность, это дух, так сказать, метафоры, а это движение телесное, материальное. У него происходит согласование психических, физиологических процессов напряжение падает. То есть, вот если он представил, что руки пошли, взгляд сделал рассеянный, чуть выше уровня глаз, выше горизонта, задумчиво, держа руки так, чтобы не напрягалось ничего. Ну, у кого шея болит, надо так удобнее сделать. То есть, поискать. Вот это и есть принцип ключа, принцип подбора под перебором. Думаешь, о чем думаешь, и делаешь, как делаешься. То есть, ты учишься естественности. Не повторять шаблоном, как кто-то делает. Он кто-то вот так делает, у него получается. А у меня, говорят, так не получается. Да у тебя не получится, потому что тебе надо руки ниже пустить. Вот в этом есть обучение. И вот он опустил, он представил, что руки пошли, одновременно он там может решать свою другую задачу, не мешать рукам. И в какой-то момент рефлекс начинает работать, называется идеомоторный рефлекс. То есть, что такое рефлекс? Автоматическое движение в ответ на раздражитель. В данном случае раздражителем является идея. И вот он пошли, и самое главное, вот второй секрет заключается в том, что когда они пошли, то есть, когда усилие приносит результат, открывается энергия мозга для продолжения действия. Если не приносит результат ваши усилия, мозг так устроен, энергия не открывается на продолжение действия, а перенаправляется на перепроверку решения. Поэтому очень многие люди в других делах, когда они делают какие-то усилия, делают какие-то усилия, а результатов не имеют, они теряют уверенность в себе. Ну, в любом деле. Поэтому вот в моих книгах там написано теория, усилия и результат. Как сделать так, чтобы каждое твое действие давало результат, и у тебя от этого чувства успешности я могу, что бы я не захотел, то есть вот это поэтому там есть принцип подбора путем перебора различных действий, и когда ты сканируешь, перебираешь и находишь то действие, которое у тебя получается, у тебя напряжение сбрасывается, появляется полетность, чувство невесомости, легкости, радости, эндорфина, вместо адреналина, концентрация эндорфина, тебе вина уже не нужно. И так чувствуй в себя, что ты все можешь, что ты творец, вот это человеческая природа, открой в себе творца, вот поэтому может кто хочет попробовать, стоя, сидя, или уже можно сделать, руки держать перед собой, вообразить, что руки расходятся, не мешать ими, они начинают только найти положение правильное, если лежа делать, можно одной рукой, а можно сделать и пальцем, представить себе, что палец пошел, не мешать ему, почему это происходит, потому что когда мы что-то воображаем, хотим мы или нет, автоматически у нас происходит микро, микро, мышечные сокращения, человек это целостная структура, ты думаешь о том, что ты олень, допустим, воображаешь себя, как ты бежишь, и у тебя невольно там где-то что-то напрягнулся, но человек не дает этому свободу, а когда ты представляешь себе и дашь себе свободу, то это микронапряжение, это доминанты начинает возникать, и она начинает распространяться на все системы, и пошло, пошло, пошло движение, потом человек представляет себе, что идет в обратную сторону, и допустим, они не пошли, и он думает, не получается, ну а надо просто улыбнуться, подождать, потому что доминанта создалась, а надо же переключить доминанту, подождать немножко, или размяться, а если человек перед этими действиями 10 отжиманий сделает, напряжется, а потом это делает, у него вообще улетит, извините, я скажу, что я занят, конечно, алло, я сейчас занят, через полчаса освобожусь, можно я подытожу с точки зрения неподготовленного, неподготовленной аудитории, можно ли я подытожу, что я поняла, то есть, для того, чтобы человек снял изначально какой-нибудь свой стресс, вышел из тупиковой какой-то ситуации, он должен вот эту вот свою доминанту стрессовую на что-то переключить, и этой другой доминантой являются движения, которые он должен подобрать. Нет, он так не сможет, ему надо сначала изучить, что такое метод ключа, поэтому, пока он не изучил, а попал, допустим, в стрессовую ситуацию, он же не знает, у него ни приемов, ни понимания, ни упряжения, ни навыков, ничего нет, он еще таблицу умножения не выучит. Ему надо несколько занятий пройти, научиться это делать, подбор приемов, принцип понять, как использовать энергию и стрессы, как разгрузку делать, понять, на практике пройти, это тренинг, а так просто ему сказать, ты вот попадешь в стрессовую ситуацию и там так делай, а как он будет там делать, метро, например, посмешище будет, все там в панике, а он будет руки разводить, скажешь, что за эготизм. Так вот, вопрос заключается в том, что всех надо научить, и я вам очень благодарен, что наша встреча с вами, вы меня пригласили, позволит некоторым людям, которые не знают, что вообще такое существует, я поэтому вам очень благодарен, что люди поймут и они обратятся там, у меня есть школа, пусть заходят на YouTube канал, смотрят все ролики, мы там и создаем науку человечности совместно, мы там уже участники школы свои приемы создают, я вам даже покажу книжку, книжку покажу, где их имена уже есть и название их приемов, потому что все приемы, включая, имеют свои имена, как в йоге, как в йоге, и здесь вот есть, вот, школа, человек будущего, а вот летающий человечек здесь, эмблемка звезды над нами и космос внутри нас, это очень слушатели, все ссылки на книги, на сайты, на все средства информации, на все социальные сети Хасая Магомедовича находится в его анонсе, так что, если не найдете, обращайтесь, мы еще раз перепубликуем, и там же YouTube канал, все-все-все есть в анонсе, я просто что пыталась обобщить, я пыталась обобщить то, что вы уже сказали, что мы подбираем, пробуем определить свой уровень теста, и делаем это в зависимости от своей ведущей системы, как я понимаю, то есть, если мы визуалы, мы представляем, если мы кинестетики, мы представляем что-то другое, да, если мы, да, если нам там нужно что-то слышать, мы там будем что-то слушать, что я там на звук куда-то притягиваюсь, то есть, в зависимости от своей системы, и когда мы разрешаем этому действию случиться, таким образом переключается доминанта, и человек освобождается, появляется вдохновение вместо, так сказать, стресса. Абсолютно правильно, там либо образы перебираешь, которые помогают действию, либо само действие подбираешь, чтобы согласование между духом и материя произошло, и там одна дама мне написала, вы знаете, у меня никак не получалось, никак не получалось, но после того, как я сделал немножко разминочку, там же по секрогимнастике, как снять зажимы, у меня сразу руки пошли, правильно, а другая дама написала, вы знаете, когда у меня ключ стал работать, я, говорит, когда делала ключевой стресс, вдруг вспомнила фильм «Титаник», и как там, говорит, на корабле она стоит, и там море, и она в порыве в таком, и я вообразила, что я в этом порыве, у меня как пошли руки, да, образ подобрал, а самое главное, третий секрет, которого в мире никто не понимает. Ух ты, как нам сегодня повезло-то! Дай Богу, сам процесс подбора путем перебора, сам процесс, как примеряют платье или ботинки в магазине, сам процесс оказывается, подобрал ты прием, не подобрал ты сейчас, сам процесс развивает креативность мозга, то есть ты потом в любой работе понимаешь, чувствуешь интуитивно, как ее лучше и качественнее решить, а с меньшими затратами. Вот это удивительно, то есть открывает творчество мышления, обучает человека мыслить, а не только повторять, подражать, как у нас обычная школа, делай так, делай так, пока не получится. И пошаговая, степ-бастеп, да, школа, может 20 лет йогой заниматься и не знать зачем. А тут ты сразу перебираешь разные приемы, находишь то, и понимаешь, зачем, потому что ты чувствуешь свободу. Вот для чего йога нужна. Даже там, когда в подмассане обучаются, там же ноги складывают, дыхание, сидишь ровно. Для чего, в конце концов, это делается? Не только для того, чтобы тело научить быть гибким подвижным и подвижным, а для того, чтобы ты в конце концов, сидя вот так, мог найти в себе состояние вот этого психического равновесия, когда у тебя состояние между словом и бодрствованием. Вот это медитация, вот это состояние свободного сознания, когда нет страха, комплекса, шаблонов, когда нет подражания авторитетом, когда ты свободен. Но ты долго шел к этому, пока ты научился. А здесь ты сразу раз и нашел это состояние. Это называется по-модному, называется квантовый переход. На самом деле по науке это триггерный переход. Когда последняя капля, как в алкоголе, раз, а ты уже ходить не можешь. Что пил, 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 все в порядке, а тут еще чуть-чуть выпил, а уже не можете. Это качественный переход. Ясно. Очень-очень-очень интересно. То есть, когда человек находится в состоянии абсолютно острого стрессового состояния, ему нужно найти какие-то природные движения. Простые, которые ему хочется в этот момент делать. Хочется на время обучения, на этапе обучения несколько тренировочных дней, вечеров, допустим, 5-6 дней. В удобное время ты делаешь шалтай-болтай, думай, о чем думается. Плакать хочется? Плачь. Это разгрузка. Плачешь ты в защищенных условиях, как на руках у мамы, плачь и думай, о чем думается, выпускаю пар. Потому что, если ты этого не делаешь, ты потом это делаешь в других ситуациях, в других формах. Ты начинаешь вот это напряжение на других выпускать. Вплоть до кулачного боя. Ну, это как же. начальника порубал его начальника. Он домой пришел и ножи не сливается. А ты пойди, начальник, в другую комнату, поболтайся вот так, фар выпусти, а еще и сделай бой с тенью, представь себе образ, найди, что, как в Японию куклу начальника колотят. А ты поколоти воздух, представь себе твой начальник, или представь себе все свои обиды. Поэтому там несколько занятий научиться легко. Потом сидишь в саде после действия, отпустил мыши на самотек, и сидишь, и тебе такой кайф. И тебе уже понятно, кто ты, что ты, откуда ты, куда ты идешь, чего ты хочешь, как этого достичь. Ты приходишь к себе, и ты становишься разумнее, и так происходит саморазвитие, то есть осознанность. А если ты это применяешь пять минут до какого-то урока, любого, танцем, или на коньках кататься, или английским музыкологом, и после урока пять минут, то урок у тебя эффективность повышается. И поэтому скульптура повышается, и балет повышается поэффективнее, и йога повышается поэффективнее. Это к любому методу подходит. Как же это прекрасно мудро, что мы не должны все бежать трусцой и удивляться, почему кому-то бежится, кому-то не бежится, и себя начать осуждать. А может быть, тебе летится, а может быть, тебе танцуется. Или плавается, потому что пойдет в ритм плавания, и может пять километров. Вот у меня Хайрулин в 90-м году обучался, ему сейчас 68, по-моему, где-то, короче говоря, взрослый человек. Пять километров каждый день. Потому что он ключ владеет, он говорит, я ключ сделаю, пять километров спокойно, и потом он ключ сделаю, и он алкоголиков лечил, он психотерапевт. Так говорит, веду занятия, так они все у меня выздоравливают, потому что он находит поток, поток находит. Вот это, конечно, любой человек пользуется ключом, и быстрее учится, и быстрее восстанавливается, и быстрее лечится. Ну вот у нас Ирина Зеленская комментирует, что в Комсомольской правде еще в 70-х годах писали про метод ключ, и моя мама им занималась, что вот такая семейная история. Маме привет, здоровья и счастья. Да, и вот девочки комментируют, что йога, цигун, упражнения, дыхание, медитация, все это. Естественно, это все работает, просто Касай Магомедович нам показал секрет, почему это все работает, и как это понять. Я еще могу сказать помощь тем, кто медитацию любит. Она мне, допустим, или он говорит, а у меня медитация, все вопросы решают, и подойдет собственно ребенок и говорит, мама, научи меня этому, а ты просто не нервничай, вот возьми и не нервничай, а как это? Вот ключ это как раз тот язык, с помощью которого можно научить и ребенка, и кого хочешь вот этой же самой медитации. Почему? Потому что там, где учат медитации, не говорят о том, что, например, надо убирать конкурентические сигналы. Ну, ты стараешься медитировать, а у тебя шея зажат. Вот я был в Болгарии, там человек 22 месяца ходил на медитацию, никак не мог понять, что это такое. Я у него шею проверил, у него окажется булок, я ему поправил, и у него сразу медитация пошла. Ну, там же, когда учат медитацию, нету этого, а ключей есть. Убери конкурентический сигнал, как образ? Делай раскрепощение, нажми точки там нужные, у нас есть комплексы дополнительных компонентов, телесные. Ну, допустим, ты уже встретил нездорового человека, а очень больного, но ты сначала его вытащи из болота, дай ему эти компоненты. Там можно и точный массаж, и отцел, там и глоукалывание можно, там и другие методики массажа, пенесоизиологии, и так далее. Пока ты его вытащил. А когда вытащил, научи его саморегуляции, он уже болеть больше не будет. И он прекрасный как соучастник собственного здоровья. У меня врачи в свое время и психотерапевты, я же 10 лет был членом правления межрегионального объединения психологов, врачей, социальных работников у Апинянского. И вот там все врачи, психотерапевты и так далее. Когда они обучают своего пациента ключу, потом ему не надо столько сил тратить на психотерапию. Пришел к пациенту, говорит, я умею сам в транс ходить. Он говорит, ну молодец, а что ты ко мне пришел? Он говорит, я хочу, чтобы вы мне терапевтическую сделали программу. Я войду в это состояние, а вы мне говорите о здоровье. Зато друг друга помогает, как сотрудничество. Так я просто хочу сказать, чтобы всем было понятно, мы всегда входим в транс и выходим из транса непроизводно. Непроизводно. А перебирая эти приемы и научаясь помять дуку, мы осознанно, когда нам нужно выйти из транса, а стресс это транс, выйти из транса можем и войти в транс для решения своих задач, которые обычным путем решить не можем. То есть мы берем этот ресурс под свой сознательный контроль. То есть развиваем наше сознание, нашу волю, становимся осознанными. Спасибо большое. Очень, очень мне эта тема близка и очень, очень понятно вы объяснили. А вот у вас за спиной прекрасная девушка играет на музыкальном инструменте. Это она совершает стереотипные движения от стресса или от радости? Это она задумчивая у нее глазка задумчивая. Я вам могу другую картину показать тоже. Сейчас, секунду. Она играет, а вот я вам сейчас покажу картину, где вяжет. Я не знаю, там видно или нет. Ух ты, да, красавица какая, кудрявенькая однако. Какая? Такая кудрявенькая она, курчавенькая. у нее в руках спицы, она вяжет, а вот за спиной, видите, я сделал небольшие сигналы для восприятия, как будто у нее крылья, видите? Да, да, прекрасно. Да, мне дали. Очень красиво. А с какого года вы начали рисовать? Ну, я начал, ну, наверное, лет 25. Но я никогда не учился, и мой сын не учился, и я ему сказал, Олег, давай через год выставку сделаем, он говорит, папа, мы же рисовать не умеем. Я говорю, сделали выставку, да. и моя первая выставка, там и мой сын был в Дагестане, 400 человек было у меня. Я им там рассказывал про саморегуляцию, я тогда работал в Дагенерго, обучался энергетикам, снимать стресс на случай аварий, надежность деятельности, я был там в системе обеспечения надежности, у меня была лаборатория, потом у меня в Махачкаре был центр саморегуляции премии здравия, где у меня прошли подготовку из 70 городов СНГ, врачи и психологи, потом у меня был центр саморегуляции человека хомокультурос при советско-американском фонде советской культурной инициативы. А потом я 9 лет работал в Дагенерго, две команды, которые я учил, энергетиков, которые на соревнованиях по профессиональному мастерству среди 16 команд страны в системе РАОС России заняли первое место. Обе команды через год разный спичный состав. Это и для диспетчеров, и для летчиков, и для космонавтов, и для всех. Станиславский был прав. Самое главное научить человека снимать нервномышленные зажимы. И Милтон Эрихсон был прав. Единственное, у него была недоработанность, но он же жил в другое время, что, оказывается, можно было не под гипнозом это делать, можно было для самогипноза это делать. И, во-вторых, если рука не идет, можно было сделать не так движение, а вот так движение. Вот он этого не знал. Но это уже ключ в наш 21 век. Это точно. Давайте у нас с вами время подходит к концу. Я хотела еще раз сказать про то, что все ссылки на книги и на последнюю книгу касаемо Магометовича, покажите нам ее еще, пожалуйста. Какая у нас последняя книга? Она называется этот ключ от комнаты страха. эту комнату придумали там издательство АСТ, у меня-то она называлась от страха к свободе. Ну, они, но издательство у них свое. От страха к свободе. Есть ссылочки. Вот здесь написано используй средства вот так, заставь стресс работать на тебя. И тут наши участники Школы Человек Будущего с своими приемами. Вот следующую книгу я хочу назвать «Женская тайна наука человечности». И там дать технологию, и там тоже будут участники нашей школы, и всех приглашают в нашу школу и тоже участвовать в создании приемов, потому что, когда мы знаем стратегию, о чем мы сегодня говорили, конкретные приемы каждый сам себе может подобрать. Благодарю. И давайте как вишенку на тортике, Касай Магомедович, вы не вспомните какую-нибудь, ну, может быть, комическую ситуацию, может быть, какую-то очень вдохновляющую ситуацию вот с кем-то из ваших людей, с кем вы работали, может быть, это известные люди какие-то, может быть, ситуацию дорогую вашему сердцу какую-то. вы же со многими знаменитостями работали, с певцами, с гимнастами, с Ольгой Корбут, да, как я понимаю. Я не только с Ольгой Корбут, но я с Ольгой Корбут работал уже после того, как она карьеру закончила, мы вместе были писателями молодыми молодой гвардии, и мы ездили вместе с ней в Прагу, в Дни молодой гвардии в Чехословакии. И там она мне, когда она пробовала, мы с ней жили в одной гостинице, мы в моем номере проситали, я ей показывал упражнения, она говорит, слушай, это такая вещь, чтобы проверить, говорит, самоподготовку мышечную для спортсменов. Она, это великий спортсмен, она сразу поняла. А потом я же обучал Ольгу, Елену Винер я обучал, и всех ее этих тренеров я обучал, и спортсменочек я обучал, да. Это художественная гимнастика была. Знаете, вот смешной случай я пока вспомню, на завершение я хочу сказать, что у меня еще одна книжка была очень хорошая, она называлась «Защита от стресса», ее уже нету, она у меня только там в меню магазин нашего сайта «Хосайру и стрессу», но здесь написано важное, как сохранить и реализовать себя в современных условиях. И здесь вот, видите, девочка ключевое стрессы сделает, а вместе со мной, здесь рецидентами были, делали оценку книги, и мы вместе создавали учебно-методический фильм «Азбука саморегуляции для детей и родителей и педагогов». Бывший директор института Сербского Академии Морозов, директор института философии Академии наук, и там Забродин Юрий Михайлович Академик космонавтики, связан психолог из психологического института. Кроме того, я сам тоже работал и профессором кафедры здоровья и сбережения в Нижегородском институте образования, и работал ведущим научным сотрудником института машинодведения. Я почему-то перечисляю, чтобы вы знали, в каких областях везде это нужно. Везде это нужно, и, естественно, каждому человеку, начиная с детства, если вы понаблюдаете за своими детишками, вы увидите, они вам пример, какие они делают движения. Если вы вспомните в жизни, какие вы в детстве любили какие-то действия, кто-то любил через каталку, кто-то любил на лошади, кто-то любил плавать, если вы будете воспроизводить сегодня, будучи взрослым, это. Это уже элементы ключ-два, извините, которые я полностью не раскрываю никогда, потому что это сильно стимулирует изобретательское мышление, кто-то там возьмет себе еще новую атомную бомбу создать. Поэтому науку человечности сначала мы создадим, чтобы ответственная судьба была, чтобы пандемия была. Все правильно. Все правильно. Ну что, не вспомнили вы случай? Вот вспоминаю, вспоминаю. Кроме девушек, ни к чему. Ну давайте про девушек. Слушайте, короче, хочу сказать, сегодня у нас проблема. Дело в том, что девушки хотят выйти замуж, иметь опору, стильную, надежную, при этом хотят родить детей здоровых, поставить их на ноги, при этом хотят, чтобы муж не изменял, потому что они боятся, вдруг он о ней заботит, перестанет заботиться, при этом она хочет быть красавицей, умницей, и у нее большие тревоги к мужчине. А мужчина сегодня, к сожалению, поскольку ситуация такая сложилась в неопределенности, и поэтому многие теряют свои творческие качества, потому что нет той профессии, где бы приложиться, а он по человеку творец, он такой настойчивый, работы нету, и женщины становятся сегодня более сильным звеном, потому что женщины, на ней же больше обязаны сохранить семью, ребенка воспитать и так далее, и она более адаптивна, она не как скала непробиваемая, она адаптивная, она может как волна пройти и работать там, где и не хочет, но ради выживания семьи она будет работать, и поэтому получилось вот такое несоответствие, когда женщине становится сильнее мужчин, но при этом, когда девушка хочет выйти замуж, и когда мальчик хочет жениться, чтобы путаницы не было, потому что иногда девочки выходят замуж, лишь бы от родителей уйти, либо самостоятельные, ну мало ли скопи каких разных причин, я советую и мальчикам, и девочкам, чтобы вы могли лучше понимать, на ком жениться или не жениться, потому что разводов много, поэтому займитесь ключом, потому что когда вы будете заниматься ключом снимать шаблоны, вы перестанете видеть вот эти модные картинки, где силиконовые груди, вот такие губы, это смешно немножко, но я вам хочу сказать, мне странно, что девочки не чувствуют инстинктивно, что татуировку-то потом не сотрешь, и по моде это делают, вот эти губы накачают, и потом-то не сотрешь, и завтра мода поменяется, это будет дико выглядеть, не портьте свое тело, сделайте свою кожу первозданной, сделайте свою улыбку естественной, сделайте, чтобы у вас месячные были нормальные, извините, врачи, поэтому говорю, для этого снимайте лишнее напряжение, эндорфин, там все будет прекрасно, занимайтесь ключом, и тогда вы будете находить имя того, именно того парня, или именно того девушку, чтобы соединиться, как звезды, а не по шаблону какому-то, вот и так далее, извините, что я это сказал, но меня как дедушку и прадедушку, сегодня очень волнует это, потому что я хочу, чтобы наши дети наши внуки и правники были здоровыми, счастливыми, потому что я занимаюсь школой человек будущего, чтобы человек был разумным, гармоничным, жил более долго, творчески, и я уверен в этом, что у человека будущего будет лучше, здоровее, счастливее нас, иначе наши усилия в жизни не имеют никакого смысла. Совершенно согласна. Благодарю вас за мудрые слова, благодарю, что поделились целыми тремя секретами, что мы увидели ваши прекрасные картины и книги. Я от души вас благодарю и счастлива была видеть вас в нашем лукошке. А вы знаете, юмористический случай, я потом с какой-то знаменитостью вам расскажу. В следующий раз, если вы меня пригласите, мне очень у вас понравилось. Спасибо. Благодарю вас. Вам доброго вечера творческого. Я знаю, что вы работаете по ночам, доброй творческой ночи. Спасибо большое. Спасибо. Я очень вами очарован, потому что у вас такая доброжелательность, как раз то, что и нужно сегодня, вот эта человечность, чтобы в каждом человеке воспитывалась вот эта любовь друг к другу. До встречи. До встречи, Хосей Магомедович. Спасибо. Да, здесь благодарности сыплются. Спасибо за, благодарю за такое бережное отношение к человечеству. Спасибо. Да, так что наши зрители оценили. Благодарю вас. Доброй вам ночи. Спасибо. До встречи. До встречи. Всего доброго.